Ой, темно. Это будет свет. Да он ушел уже. Уже ушел? Домой ушел? Да. А еще семи же нет, по-моему. Ну, шесть уже, наверное. Он пораньше. Ну, пойдем туда хоть на тихонечку. Садите, пока он не закрылся. А то опять пропустите его. Дядя Володя стряпает. Так пройдите, посмотрите, что ему тут за условия-то. У Ольги не было там даже. Поживая. Спальня. О, сколько. На сколько мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двенадцать человек. Хорошо. А тут печка прямо сюда выходит. Тепло. У нас так дома тоже. Хорошо, и свободно, посторонно. И тумбочки, наверное, у всех почти что. У всех маленько. Ну, смотря как загруженность. Полностью-то, наверное, не было здесь или полностью? Полностью. Все заняты листа, да? Да. О, хорошо. Да, летом у вас здесь классно. Столько людей интересных. Работаем. Это вот было здесь женское отделение. А может стоит там... Уютно, смотри. И сделано. Приезжал дядя Миша к Альмаю. И лес предоставили ему. Он сконструировал такую вот вещь. Чтоб дети могли спать. Угу. Это наши березы, которые мы пилили. Шкурили. Что еще показать вам? Ну, ту комнату. Там нечего смотреть. Там сыро, холодно. Там гараж. Там, да, давай. Что си, какой взрослый уже ребенок-то. Ничего себе. Пополнение будет у вас, да? Угу. А ухо-то ты так, наверное, видишь? У кого-то было. Ты не видел, но я... Я сейчас увидела, говорю, то ли мамка обращала внимание, то ли не обращала. Она же еще маленькая. Скажи, так нельзя со мной обращаться. Родители. Кто там? Оно так специально придумано для этого? Ну, кенгуру называется. То есть это... Так вот носишь. Коляска-то не как по грязи, да? Ну, да. Или за спиной можно? Так мы тоже вот в Москве... И за спиной можно? Можно за спиной, но голова, наверное, туда будет. Ну, да. У ребенка голова туда будет. Ну, а есть специальные... Как порт ББ называется, явно... Для детей? Пор ББ, да? Пор ББ. А, да. Порт ББ. Ну, там оборудование у нас же. Есть, как бы, сидюшечки. Дома стряпаешься. Лямочки. Вот наше пополнение сидит. А, Бузка, да? Паля. Класс. Когда семья была... Бузка уже взрослая. Паля. Тоже в русской пить? Палевая. Нет, в духовке. А, в духовке. Да, ну вообще с ней жарко, конечно. Да, Паля Володя. Мы друг друга так греем. Да, и не надо. А то потом, наверное, мы видите. Калачи на пальне. Я тоже уже потея нафиг. Паля Володя 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 Володя. А то вы должны с камеры заходить тоже. Ну, вот как раз у Иоанна есть камера. День рождения подарили. Ну, пойдемте пока. А ты еще дотманально, брат. Тебе с лица сходить с ним. А, ну, с нами пойдемте. Ну, пойдем мы. Помоги тебе, Господь Володя. С мудром оставайся. Ты можешь подержать минутку? Я хоть оденусь как-то. Поставь на флаг. В окне, вот так. Нашу Палю рассматривает. Паля, Паля, Паля. А, Паля, 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 Паля. Садится на покое. Так и ролик получится. Сад оператор. Ты где? Все, одно окно. По доселе для подруги. Вот так. Паля. Ну, здесь летом. Если residence, если бассчат находится, где? Кто не мог освещать и он. Ножkommen здесь вот誰? Кёнкаford視ị местом. Да, такое л hence esté. Хорошо? Так вот. Не Hilfe. Так вот, кемса сейчас. Хороший домик в Алисе. Смотри, какой теремок. Смотри, теремок. Мы у тебя заочную земельку возьмем. На экскурсию-то можно к тебе сходить. Ну не сейчас, а потом. Конечно, конечно. Давай заранее там кто-то. Экскурсия платная или бесплатная? Посмотрим на ваше понеделье, да? Вон поленицу новую тут сделали. Вон там с той стороны тоже столько дров новых. Долго-долго. Долго общайся. Давай, вставайся. Вставайся в окне. Вставайся. Ой, шарик, 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 шарик. Смотри, какой шарик весел, да? Шарик, ты на тебя будешь ларить? Или ты со всеми так? Ты узнал меня? Шарик, ой, рад, рад. Ой, рад. Ой, Ангелинка улыбается. Шарик, маленькая собачка. Смотри, какая маленькая собачка. Крошечная. Ой, ой, ой. Они любят ребятишек. Собачки. Ух ты. Двухандатор загрыз. Брат, стучись, или он еще не закрылся, наверное. Попробуйте. Если закрылся, то уже все. Если надолго, надо ее снять. Да. Раскутать. Что может на руках. Все, не попадешь? Что, постучишься? Да уж вы стучите. Он говорит, что после, как закрыто, к нему не заходить, не говорит. В окно надо стучать. Давай, что-нибудь. Ну-ка, стучи. Вот так и не попадем. Там мокрый будет. Как-нибудь пройди, пройди, там крапива. И хорошо прям надо стучать. Никита снимает только. Даже не режиссер. Ага, открыл. Кобачка, шарик, шарик. Кобачка маленькая. Ай, шарик. Он может что-то снимать даже. Не, а кромка что-то не отключена. Ага, идет. Моя богу. Малышка. Мир вам. Мир вам. Заходите. Я раму закрываю, потому что... Стрелять раму. Мир дома, Симон. Мир дома, Симон. Что, тут не холодно? Проходите. Нет, протоплено. Боже, а раму замерзнут у вас. Там закрыли, да? Вот. Так, если я стерну. Лиша. Ну, и можно нам достать. Да, и сюда. Достать. Вот. Да, а потом на ручках. В принципе, это чисто. Можно походить прям, чтобы у нас. Давайте, вперед. Кто пришел в гости-то к нам? Вангелия. А? Вот как. Ну, слава Богу, и Господь сохранил. Такая дорога сегодня везде. Считаешься сейчас ужасно просто. Люди гибнут конца края. Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас нормально еще. Можно распаковать ее. Допустим, на попу уже побегают. У нас тепло. Давай тогда достанем. Да. В этих самых. Ну, поиграй, маленько здесь побегай. Здесь тепло. Ну, не, оба чистая, вообще. Чистая зала. Она не ходила по грязюке. А, сейчас потеряли этот... А, шапочка. Ага. Резиночку-то потеряли, наверное, с челки. Не, не, не. Косы растут на глазах уже. Пускай она у кошечка ей понравится. Он бегает, беленькая кошка. А там у нас маленькая есть, пали такая. Видела? Хорошая, видели. Ну, боже. Палевая, я назвал пали. Тех, которых где-то в коробке, в шкафу котят. Видели мы их. А там ведерка стоит такая. Она в ведерке тряпка. Она залезла, в ведерке спит. Там тепло. Ну, вот. Всех Христос за молитвы, Игнать Тихонович. Всем молитвы. Постоянно. Помощь чувствуется эта молитвенная. Расстояние тут не помеха. Хоть на каком расстоянии. А тут очень далеко отовсюду люди сообщали. Вчера поступил. Да когда же вот ролик-то будет, как приняли-то. Люди ждут. Друзей очень много. А я сегодня тут с печкой возился. А труба-то больше проходит. Там щель. Мне пришлось замылить, чтобы дым дошел. Вот так. Пошла за кошкой, наверное. А мы тут все воевали с прудами. С бобрами, да? Бобрами. Потому что... Ой, улыбается. Невозможно. Такая опасность. Улыбается. Видишь, как тут сегодня не топится. А так там его... Смотри, что у нас понравится. Тут у меня еще нет. Нет. У ребят там хоть помидоры есть. А у нас еще тут нет. Вот мячик такой дать. О! О! Ага! Ладно, какой мячик. Мячик. Опа! Что такое? О! Ой! Ой, моргает. О! Опа! Опа! Ну-ка! Возьми. Понравится? Нет? Ну-ка, бери. А так. О! Понравится мне. Не знакомяя. Пёрышки всякие есть. С чем заинтересовать-то? Сейчас я покажу ей красивые пёрышки, крылышки. Ой! О! Смотри-ка, какой пёрышко, какой играет. Ну-ка! Ах! Какие хорошие пёрышки-то. Видишь, какие крылышки. Нет, нет, нет. Так набирается информация. И тетенок бегает, и ребенок. У нас ребятишки часто были. А родимся, пофигуешь. Ну и меня заставляли же водиться. Пять лет мне было, а я кем родился. Так играть охота была. Ну, тетка Марья там соседка была, приходила иногда. А какая игра? Водиться надо. Кашку варить, пелёнки стирать. Выводил я Иосифа и половина Павла. А уже половина Павла, он опять лет моложе Акима. Это он уже водился. Смотрел сейчас, опять погиб полковник в Сирии. И главное, говорит, в Ирале, что подкрались очень близко баяки и ударили. Генерал-лейтенант погиб, и сразу два полковника. А сейчас выявляют, который корреспондент, и говорит, подрыв был. Подрыв транспорта. Но война, они знали, куда идут. Ну да. Ну, показывают тоже. Один генерал-майор, другой генерал-лейтенант погибли. Там, видимо, или домой привезут. Война не прекращается. А мы вот каждый день благодарим. Всё-то у нас есть. Такое изобилие. Высказать нельзя. Сядем. Всё у нас. И сухари полные. Володя сегодня их фаршню взорвел. Мы сегодня доели мешок. А мы заходили сейчас туда. Заходили? Ага. Вот так. Я сегодня пошёл на храмовом пруду, туда вниз спустился. И нашёл, где они, бобры, дорога их, трасса. Она прямо зализанная вся. Я на трассе поставил два капкана. Специальные капканы большие, с двух сторон. Пружины нажимать. Кое-кое как откроешь. Да досту с собой ношу там. Ну, всё. Пошёл дальше. Я вчера обошёл. И они запруды делают как. Вот книжки читаю, что в интернете. Точно так же. Сучки грязью замазали, люверы воды поднимают. Переходят дальше платяной. И дальше опять новая запруда. И как они у неё... Выше одна другое, я понять не могу ещё. Две запруды полную, третью только строят. Около десяти мест, где они выходят, питаются. Вчера лес... Ой-ой-ой. А там глубина метров пять. Метров пять. Кажется там сверху до низу. Я кое-как там спустился. Оттуда вылезти не могу. Сижу. А ветки-то, чё там? Это работа. Вот у нас теперь две Ангелина. Да. Вот так. Вот какой мячик хороший я дала. А посмотри, какая перышко какое. Вот если бы днём было, я бы ей голубка принёс, показал. У меня голуби. Мама курочек любила и ходила до самого последу за курочками. Вот так. А наша мама пчёл любила. Они ей и сюда, и сюда, и сюда, и она тоже с ними разговаривала. Да. А наша мама всю жизнь держала пчёл, мёд. И тосковала уже. Дальше она не могла. Вот и хорошо. Вот так. Да и хорошо, что не топится. Там горячая была бы дверка. Не разгулялась бы. Да-да. Там стул, чтобы она не ударилась. Стол, это бы того рукой поддерживать. Девчина высокая. Ну что, привёз он этот какой-то подшипник-то? Да. Детали привёз он. Не отдал ещё? Отдал. Завтра до сбора поставим. Так, чё там такое? Так, пошло. Игорь, вещи. Вот, она знает, чё там есть. Смотри, чё. Управивали, да? Да когда больше какую вещь-то знает? Русскую. По-русски, по-французски? Не даётся очень легко детям. Почему гувернантов нанимали разные были? Там, игорьчане. А они просто по ходу запоминают. У них память отличная. А тут, говорит, зашёл на кухню, не знаешь, зачем зашёл. Это его приятель Рейгана, президента, говорил. Он, говорит, зайдёт, говорит, на кухню и спрашивает, а зачем я пришёл? Когда человек молится, у него настроение другое совсем. Он на всё смотрит. Вот есть такая маленькая брошюрка, я советую обязательно прочитать. Называется «Один день святой жизни». Митрополитная Григория, Санкт-Петербургского, дореволюционная. Что бы ты ни делал, а ты знаешь, что делаешь для Бога. Вот хлеб пищёшь, убираешь. Господи, так вымите мою душу от грехов. Ребёнок. И ты был маленький, лежал в естлях. Господи, как ты любишь народ свой. Ты пришёл к народу израильскому, тебя не приняли. Ты пришёл к нам, к язычникам. Ты вот на ребёнка смотри, и у тебя непрерывная молитва будет. Это «Один день святой жизни». Да. Володя её перепечатал, или не знаю, она у него есть. Вот так. Ещё и дрожней будет в окошко, глядя. Этот Сашка, вот этот маленький был. Нина смотрит в окно. Он кому-то вот так вот фигу показывает. Она в окно. «Сашка, ты что?» Фигу вот сразу. Старобряческий символ. Ребёнок. Он понял, за это его не будут ругать. А за это баба выгодала. Она слушает сейчас. Ей это всё отстороннее. Но на другом уровне, говорят, подсознание. Она речь это улавливает. Слов не знает. Видишь? Всё. Пошли. Вот ноги, допустим, на ноги ноженьки, да будут как у благовестника. Гляди и сам себе. Я ходить не мог. А ты мне, Господи, дал. И сколько пройден. А тебе-то сколько ты проехал. От начала до конца. После нас только на север ездили. Валера, Сокольский, Сергей и Марьясов. Всё выдержали. Постоянно просят помолиться. Болеют. Внезапно. Ко мне какой-то Гусейнов, видимо, православие уже принял. Мы давненько переписываемся. Такие вопросы задают. Власть вся жидовская. А я иду к ним что-то прошу. Как себя, какое отношение к ним? Я ему ни одного слова не говорю. А можно ли так, чтобы государственные власти, церковь соединились? Вот орёл-то двухглавый. Я говорю, в природе нет двухглавых. Это они обманывают. И не может быть общения Христа с Вильяром. Ну, всё понял. И главное, не спорят. А у нас тут баптисты приезжали. Ролики я видела. По роликам смотрели. А я потом проехал, прошёл и всех. Кто валит, как думают. Ну, все-все-все. Они нападают, ругаются. Ужасно как. Ну, девчонки мне понравились косами. Ну, да. Мы же это одобрили. Наоборот, хорошо. Ну, чтобы платок не надели. Да. А им сейчас как раз говорят. Вы пришли в чужой монастырь, девчонки. Ня-ня. Хорошо. Ребёнку нужна свобода. Очерченная в рамках возможных законов. Вот у нас интересно. До родовой период ни одного дня нету. Рожали как. Декретного цены не было. А после родов, ну, за неделю, наверное, больше-то нету не давали. Рожали прямо на работе. Я как-то пилил с мамой дрова. Она, сынок, что-то за ней могла. Уже мне... Мне два дня было-то. Я пошёл. Потом вернулся назад, а мамы нету. А она зашла где коровник и закрылась. И там рвёт. А у меня там капканы стоят. Я думал, крыса попала. Она кричит, бабку позови кочехом. Где я возьму? Как сказать? Акушерка. Я туда. Чё-то. Девчонку нашли. Девчонку нашли. А сегодня, видишь, слово сохранение никто не слышал. Мы этого не знаем. Просто то ли народ другой был, то ли не очень уж и так. Потому что больше двигались. Всё время. На природе. На природе, когда снопы вязали, тётка Диссавета была, говорит, она, говорит, с серпом ушла за снопы-то. Смотрим, оттуда выходит, впадали двойняшек тащит. Здесь? Ни одного дня. Дети природы были. Вот и всё так легко давалось. И вот я здесь хорошо потеряю. Это есть кому водиться. Девчонки у меня тут сколько их было. О-о-о. А мы Южный-то пруд-то подняли, а там неглубоко, ни коряк, ничего нет. И утонуть нельзя, даже если пожелаешь. Или гушатник. Они ходили туда, там комаров много. Вот так. Крышечка не закрыта, кстати. Вам тоже в зале надо закрыть. Вы её там оставляете? Сейчас детку закрытали. Ну-ка, оставайся. Вот так. Такую крышечку. Ну да, она простая крышечка. Она знает, что такое край? Что упасть может? Нет. Нет? Нет, да. Ну нет, она одна остаётся на диване. Ну бывает, чебурахнется, а бывает ничего. Там, видишь, мы отстираем. Да, да, да. Вот так упасть может, она же шею повредит. Да, да. А вы её учите. Вот разверните и ножкой сюда, как спускаться. И несколько раз. Я вот показывала своим внукам. Они понимали, даже меньше. На низком диване, там у родителей во Франции. Она научилась. Значит, она уже умеет. И залазит, и слазит, залазит, слазит. Значит, она умеет. Ну, это придётся. У неё гражданство-то какое? Белорусское и французское. А? Белорусское и французское. Пока. Она ничего не знает сейчас это. Да. А тут, скажи, есть кому заботиться? Это там будет уже не Ангелина, какая-нибудь Анжела, наверное. Ну, мы Ангелина записали. Ещё как? Ангелина записана во Франции. Да, в Франции, да. Ну, у них, я знаю, там Анжела называют. Да, мы записали Ангелину. Есть и такие Анжелы, но тут записана Ангелина. Хотя другие переправляют Анжелину, и они говорят, нет Ангелины. Это они уже по-своему говорят. Нет, с памятью всё стирается, где она была. Вот как быстро растёт животное. Вот как? В три года уже лошадь настоящая. Янодорос объясняет это. А ребёнка был сделан так, чтобы он медленно рост, чтобы мы его не запрягли раньше времени-то. Чтобы он голову-то набил знаний, веры. А куда ты его пошлёшь? Мыша где-то три месяца только от рождения, она уже приносит... Это у Бога так всё выберено. Чтобы мы научились. Просто пластика. Там крышка. Да? Да. Почину ей положено учиться, а не как мы с утра до ночи. Нынче богатое лето у нас было. Ты нас ему какую-то живость заводишь? Ну у меня овечки. А курица их как? Курицы пока ещё не завёл. Вот нас сарай достроить надо. Ты поговори с ребятами, чтобы не кололи. Пусть у Алёши там есть. Это же и яички. Да, да, да. Для рациона. Слушай, ей надо вот край туда. В деревне-то неплохо бы иметь коровёнку. Вот Санька тут был, он коровы завёл. Я не знаю, Иглушков там купил или сами. Сейчас они увезли в Корчино. Они в Корчино теперь? Катерина-то... Катерина в Корчино уехала? Не знаю. Я видел, что коровы везли. Коровы вот на несколько дней назад. У нас без коровы никогда не было. Так столько детей как? 12 у матери было, а 10 живых. Как прокормить? Это как-то Анну Герман спросили. А женских. Она говорит, больше рожать надо. Забот, Миша, почему женская союза? Оно обмен веществом, все так по-своему. А когда чего не надо, ну, оно и все всякие стопорится. Вон, Миша, она уже компьютер там понимает. Ничего ей не сделать. Наша Валя как-то в автобус едет. Каждая-то тетешка. А я, говорит, посмотрела. Мои дети самые красивые. Мои дети. А сама говорит и смеется. Ну, это интересно. Ехали, я там то ли колесо лопнуло, то ли еще. И немножко как, это, с дороги съехать. И автобус вломился, а ограду свалил, заехал в ограду. А Чеченка сидит, ребенка держит, грудью кормит. И он автобус подкатился ей прям к ногам. Народ вывалил из автобуса. Она как кормила, вроде даже не оторвала, смотрит, как будто к ней каждый день автобусы заезжают. Он повалил и по ограде проехал. Мы, говорит, до того удивились, а русская, говорит, паниковать начала. Да что бы тут, да как, да. Она, говорит, даже ухом не ведет. Вот видишь как, трошки подрастем, говорит, доставать будет. Вот так. Мы дорогой ехали, ехали с Украины, мальчишка все оставал, мерился. Трошки подрос, немножко. Это кто дядя-то? А? Сильный дядя на руках носит? А? Показывает отец. У него двойняшки, он держит одно здесь, а другое здесь. Поднял. А теперь в возрасте, они замуж вышли, полные такие. И он их поднял, и двую держит. Эти же самые, говорит, спустя там 20 лет. такие снимки, они подводят итог. Играть хочешь со мной, да? Ку-ку. Ку-ку. Сейчас интересно открывает новые данные про другие народы. А у нас есть законы, у нас закон такой, женщина, если тонет, уголовное преступление, если ты ее спасаешь. До смертной казни. Ни в коем случае женщину спасать нельзя. И никто не утонул, да? А англичане-то говорят, так это тогда у вас сколько утонуло? Они говорят, за 300 лет не одна. А у вас, а у нас, говорят, за один год 300 утонули. А почему? А мать говорит, дочка, тебе надеяться не на кого. Она в ванне учит ее плавать. И она мужчину может спасать. Она плывет, говорит, как утка, ныряет. Ну, ребенок, они как-то плавают. Да, да. Видишь, с одной стороны, казалось бы, жесткий какой-то, жестокий закон, а ничуть не бывало. Дети, я тебе говорю, совсем маленький, я глядел там в стеклянный бассейн, и они там плавают, угребаются, выплывают. Глаза не смотрят, главное. Глаза, и учат ходить, а у них учат плавать. Главное, научить ее молиться сейчас. Так она не понимает, а понимает. Мы вот всегда помним, утром сон, вечером-то долго, там заиграемся. А мама что-то печет, печет и поет. И вот это во сне, вот это пение молительное, считает она, поет как-то, ну, спроглазно, Боже, будь милостив, ко мне грешному. И все это плывет. Так вот ложится. Поэтому, молитвы при ребенке желательно считать слух. Она входит в мир молитвы. А ночью, если встаешь, златоуст говорит, подними, прочитаю одну-другую молитву, кратенько. Если не сейчас, то когда? Вот. она лишний раз на молитву поднимет. До трех раз поднимает. А у нас вот Володя у стенок, у него шесть сыновей и одна дочка. и вот ложимся спать, Валя говорит, а только вернусь, он заплачивает. Он не пускает, Валя, не надо. Накормила, на двор сводила, сухая лежит, ей надо кричать. Эрбетички перестали кричать. А она не менее никогда. А она встанет там, какая кроватка-то за это держится, ничего ляжет ли, ляжет ли. Ребенок сейчас с тобой так встанет, на коленки, кверху, на коленочке. И у нас так все выросли, ни один больной никакой. Кусает или четко? Вот так. Смотрюшка. Ку-ку. Ку-куш. На четку заглядывает. Вот она. Вот она, вот она. Ты, мой, это, Дмитрий Николаевич, как-то посмотрел, у тебя одежи сколько здесь еще, и книги какие, а ты, может, их и там забыл, что они тут есть. Лежат и лежат. То есть приди как-нибудь и перетряси, что можно взять. А может быть тебе она по специальности требуется. Да, вот книги мои, вот это все. Ну, книги, одежи, там еще за стенкой там висят. И какие там костюмы там. Он даже не знает, чьи. И вот куда мне надо... Сейчас заинтересовалась. Я что-то делаю. Дядя, 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 Никит. Мы сейчас пошли там, закалащая сваи. У меня два Никита Андреевича. Этот Никита Андреевич и Устинов Никита Андреевич. вымотали все со сваи. У нас ребятишкам соску не давали никогда. Это орог от коровы и сиська коровья. Натягиваться на рожок, дырочка прорастеется побольше. И в рожок жидкой кашей ему в рот. Если плохо сосет, мама не видит. Мы давление создавали. Как коровья, ничего тут особенного нет. Вот теленок сосет и ребенок. Мы выходили с положениями. Я их вершками заведовал в печку. Достань, вытащим. Охота верхнюю пеночку-то снять. Вам не приходилось видеть, когда вот так вот вводятся все, а рожали в роддоме. И спустя 18 лет вдруг обнаруживается, что произошла подмена. Приходилось, Игнать Игорь Иванович? Приходилось? У меня знакомый такой есть. Узнали. Хотели скрыть, а ничего, узнали. А это татиста, когда узнал, что он у него не угот. Я не отдам все равно. Того бы взял еще, а этого уже не отдам. Вырос. Вспомни, президент и ручка-то как он. Я вот такую знал. Я тебя выходил. Вот тут родство проявляется. А тесто, говорит, не сразу чувствует. Бывает, иногда года три проходит, пока пробудется, чувствует. А мать-то, что у него другое. Все интересно. У немцев журналы получил. Весы такие на цепочках чашки. Ну и вот так это. Весы. И ребенок сидит, а на той стороне монеты такие бросаны. Вас костят тоскин. Сколько стоит ребенок? Чтобы его одеть. Интересно. Взвешивает. Это образно. Я помню, маленький был. Лет шесть, может, сейчас не знаю где-то. А какая-то тетка приехала и с мамой говорит, она ему говорит, Марья, тебе хорошо, у тебя пацаня-то. А у меня девчонки, на них больше надо. Как на нее больше, когда одинаково? Я-то не понимаю. Я понял, что нам лучше, чем у кого девчонки. Я побежал, запрыгал. Оказывается, ну ребенок, мальчишка-то. А это разное, это одеяние. А это не доходит. А там, видишь, сколько одежек-то. Вот игрушку, Игрушку дал какую. Не съесть ее, не проглотить. И понравилось. Вечное яблоко. Это оно благословенное. Оно хорошее. Давай его ополосну. В руководнике можно ополоснуть. Я его беру, когда зашиваю носки. Пятки. Пятки. Мы думаем выезжать 10-го, это вторник. Я договариваюсь с Евгением, он говорит, и погода будет, ну так, немножко, ну никак сейчас развезло. Ну да. Есть заказать КамАЗ с прицепом, дров увезти, и у нас там нет игрок, заботы. Мы включили в молитвы детей Сирии. О детях Сирии показывают, когда голодные они, подбирают где каждую крошку на дорогах. Это что вы помнили. А тут-то дети с голодой не страдают. У нас как только ребенка мать от груди отсадила, пасты соблюдают уже. И мы даже не знали, мать скажет, бяка, корова там, это молоко, кака. Все, нужды никакой нету. А что ребенку много-то объяснять-то? Бяка. А уже пост кончается, мы радостные такие. Отец высчитывал зад пятки. перед Пасхой суббота родительская, сколько куры снесут. А кур-то начинает слабо нестись. Дальше маленькому самому больше, больше, по дням он высчитывает. И первая бабушка была наша. Ну а бабушка-то там за две недели ей там может два яйца. а уже когда до нас очень это дойдет, там больше. Нам это нравилось. Точно рассчитает. Пятница последний ребенок. А суббота ничья. А раздать на милостынь. Кошка, Никита, кошка. Ну, залезла. На улицу, наверное, надо проситься. А я могу. На улицу пошли, а, Бушка? ну-ка, ну-ка, Вот так. Кыса ушла. Кыса ушла. А вот смотри-ка, какая, ой, да хорошенькая какая. Ну-ка, погляди-ка, можно на шею надеть и перебирать, молиться. Давай, Иисусу молит, учись. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И поклон. Правильно, пальчики складывай. Ой, понравилась. Да хорошенькая такая. Вот она и будет молиться-то. Это будет молиться. Да. Что, внимание все, нет. Она ее пробует на зубок. Это Тараси маленький был, батюшка держит, что у него крест, глянь, она зубы пробует. Я вспомню эту. Видишь, как она уроки поднимает, молится. Яна, смотри, она молится. Подняла руки вот так вот, с лесовкой, щетками. И на коленках, главное. Дает свой язык. Ой, ой. Детская молитва. У нас, когда что-нибудь надо, мы всегда к детям обращаемся. Дети, помолитесь. Бог знает, может быть, наша молитва-то застревает где-то. Ой, улыбается. Всем улыбается. С мухом, скажи, я не понимаю, глазами еще не все вижу. А на язычок-то попробую. Ой. Тоже попробуй. Вот так. Все, маме отдала. Ну, больше у меня ничего нет. Я все время подчиняюсь, что-нибудь, Сережа. Ты помнишь, дорога ехали, я все время шил. Тут был из Украины, Игнатов Сергей, видел? Да, по роликам. Так, сейчас каждый день выставляю, такие у нас беседы были с ним. Очень интересный мужик. И главное, поплыл, холодно было, переплыл, где купаемся, на ту сторону, как камыши. И там побегал по берегу, достал крапиву, себя пожег крапивой, чтоб тело горело. Вот я обратно переплыл. Я еду на велосипеде, там, где пруды наши, а он бежит, не отстает. Он путешественник. Из разъезда, 4 часа, 4 километра, он шел 36 часов. Повернул в другую сторону, с коляской ушел на урывку, у него с собой все было. И все, больше я путешествовать не буду так. Я его отсчитал за это дело, тебе сколько было? 13 телефонов дал. Да, да, да. И на день позвонил. А я его отсчитываю, а жена там, Раиса у него посмотрела, говорит, одобрила, правильно тебя, дескать, отсчитываю. Мне жалко было. Он спал в палатке, у него с собой, там, килограмм 30. А тут дождь, он ее волоком тащил. Вот представь, какие бывают. А тут еще на руках принесли. А тут у тебя что, цветочки тут такие? А в кармане-то что у тебя тут? А? Что тут в кармане? Не понимает карман еще Игнатий Тихонович. Он улыбается. У нее карманы там, ой, карманы у нее хорошие, мне понравилось. Ку-ку. А, это Ку-ку. Там половина стыкнища. Да, малышка? Ку-ку. Он на всех заглядывает. Ку-ку. Вот. Игнатий Тихоновича заглядывает. А в чем здесь в карман-то можно положить ей? Ну-ка, давай-ка. Ну, разреши, Ангелина. Ой, карман-то. А и тот кармашек тоже. Ну-ка, давай. Положим. Ну-ка, давай. Второй кармашек. Ну-ка. Где он у тебя? Нет, карман положить надо. Отцветить его. О, я нащупал. Вот он, вот он, вот он, вот он. О-о-о. Вот как. О. Боготое. Блин. Ой, улыбается. О-о-о. Спасибо, Христос. Да? Спасибо. Спасибо, Христос. Как раз, скажи. Вот так. Во сколько спать-то ложиться? Она рано ложится. Ну, пол девятого бывает. А встает? Встает, она много спит еще. Восемь. Восемь. В девять бывает. Ну, молодец, я вот с ней сплю и не слышно ее. Слава тебе, Господи. Я говорю, она дом признает, я им говорю. Разница-то пять часов с Францией. Она перестроилась. Мы-то тоже уже в ритм пошли. А то ночью просыпалась и бодрствует. В час ночи. Ей ничего же не докажешь. Я интересно, в Америку, когда летал, разница в двенадцать часов. И точно так же в 4.40 проснулся. На меня не подействовало. А я в 4.40 проснулся. А же это, он сейчас митрополитом, Орлов стал, Никита. Ну, я мешаю им. Со мной неудобно им было. Заинтересовало, что? Щетка где-то, смотри. А ну-ка, если вот так вот надеть, как она с ним будет, чтобы не упали. Ну-ка, держи. Держи. Видите, какие хорошие. Ой. Ну-ка, попробуй. Что она будет делать? Ой. А то у нас маленькие ребятишки на шее вот так вот. Господи помилуй, Господи помилуй. В бане один и не боится. А другие, которые там не расположены. В бане там домовой там или кто-то. А этот никакие. Ходит, запрется и Господи помилуй, Господи помилуй. Вот молчение такое, значит, аналитическое. Сколько движения она делает, активно как. Сколько раз в день обедает-то? Кушает на четыре раза. Четыре. Четыре раза. Так положено по чину. Моторчик такой. У нас там хорошо электричество, все закрыто. Да, она уже пробовала. А там нет, туда не подсунешься. Уже пробовала. В колодце-то вода есть. Да. Печка топится. А, но печку еще не топили. А, не топили? Электрическое отопление. Понятно. Как у тебя с дровами-то? Ну, есть дрова на... Хватит? Две зимы. А у нас тут большое дерево, которое ты скворечник ставил на нем, около большого сара. Ну, помню. И упало оно и на вот эту... Огромное вот такое вот. Тяжесть его вывернула. И он упал, и как раз на балку. И весь сарай потянул за собой. И ты, например, когда отпилюли, а уже ничего нельзя сделать его. А тот край нормально стоит. А там тяжесть, я не знаю, страшенная давила. Ну, представь. Ну, да. Кровля какая-то... Купа деревьев. Дерево это целое вот такое вот и давило, и давило, и давило. А там крона-то его такая. Ну, да. Обычная. У меня это как называют? Платье или как? Сарафан. Сарафан. Он такой крепкий. Если она упадет, где засыпется, не порвется. Висеть будет. А еще этот сицевый ананасом. Да. Как на огне горит. У мужа была сестра Игнатикина Игнатикина такая, шустрая-прешустрая. И вот она листиками повырезала себе платье. И сестре тоже, старшей сестре, на два года старшей сестре. Говорит, а плачет, не дает ей, а она все равно выхватила и повырезала. Вот такая шкода была. Листиками, ага, и вечно, говорит, бита была, наказывала мать. Свекровь-то моя. Да, Дима и Господь напоминает нам, как пролетело. Как ушел, ага, говорит, спроси старого человека, заметил ли он жизнь? Ничего не заметил. Ничего не заметил. И вот, говорит, кровь уже остыла, как в глубоком колодце. Да. Я ничего не чувствую, еще болит, ничего нет. Она садилась, а у меня кровь просто идет. Знаете, сваи таскали толстую такие, вот она вот, по две. Вот уже неделю больше крови идет. А они болит, ничего не болит. Просто тело слабеет. Думаешь-то, как прежний. Да, да, да. А организм-то не тот. Песни ей надо петь. Она будет подпевать. А я пою ей. Виктор пел, ей пен гитару. Гитара, пошел, играй. Она дудочки подыгрывала. Один Эконописис, он родился, когда у него рук не было. И он прутик брал в рот. И во дворе на песке там что-то и заметили. Там отдали изобразительное искусство, которое иконописис вырос. Так, мало того, икону подарил Николаю Второму. Вот и поет. А-а-а. Да. А-а-а. Большой уже? Большой, в третий класс ходит. А он помнит, как плакал в тазик-то? Не знаю, не спрашивала. А он когда просто что-то разговаривает, лежит. Ну, иногда молится сам. Пошел, мать рассказывает, говорит, пошел. А мы, говорит, за ним смотрим. Он к соседке хотел, к девочке соседней. А дочь пошел, а он внизу стоит и молится. Ну, я, говорит, так подумала, чтобы дочь прекратился, чтобы побежать к подружке-то. Ну, да. Наверное, скорее всего, так. Крест накладывает на себя. Родители туда нет, не молящиеся. Ну, по нужде. Дочь по нужде молится, за руль там садится. Так вот, какая ситуация. А в детсадике-то вот, когда отдают, родители-то маленькие бывают, там они священные смены, и то другое. Их там кушают. Там они, я не знаю, сколько на одну няню приходится. Однажды отдали они ее, а сами в отпуск. И вот приехали, она, девочка-то уже большая, 4 года, что ли. И она с куклой играет, и куклу взяла. Ну, молчи, сквернавка, тебе не дома. И в кого это, она, говорит, такая. Не хочешь сидеть, да? Устала? Устала? Немножко устала? Подустала немножко? Скажи, спать буду крепче. Это вы, скажи, устали, а я нет. Это описывает Мениамин Иннокентий, просветитель Севера. У немца там эти якуты, которые живут, ребенок лежит в чуме. А на нем упадет снег-то, а он в дороге. Ну, мерзляк, растет. Чум. Стоят, говорит, когда помолятся, я могу, говорит, по следам определить, сколько людей на морите было. С места не сдвинутся. Вот и возьми. Знаешь, мерзляк такой. О, какое снимок пропадает, а, Виктор Николаевич. Когда она встала, я у нас с этим следствовочкой. У тебя нет фотоаппарата с собой? Вот он как, видишь? Как ей идет это, щетки идут как. Ну что, собираться, наверное, будем. Ну что? Кормить надо, чадо. Слава Богу, что зашли, благодарю. Ну, давай. Давай, я щеточки слоя не отдам. Ну-ка, разреши снять. Вот так, все. Да и шарик заберу. А то утащите у меня его. Какой вид. Недумленная такая. Ну что, мой угрусток забрал. Я же вид-то какой. Что, так же кенгуру обидим, да? Еще, еще приходите, если понравилось. На руках. Если понравилось. Понравилось, и он так играл. Ну, у нас больше ничего нет. Потом можно будет в коробку повернуть туда. Слазить в коробку. Под компьютером. Я туда раз, в компьютер. Подожди, посмотри. Облачение. Да, я сейчас на руках его понесу. На руках. Носят когда так, а потом я знаю, что сделать. А у меня это фиксируется. А, ну не знаю. Да, это серьезно. А, ну и так понятно. О, рукавички-то. А где пальчики-то? Здесь пальчика. Пальчики-то где у тебя? Пальчиков-то и нету. Или они там у меня? Ну-ка дай-ка я посмотрю рукавички. Ну-ка давай посмотрим. Куда они делись? А, вот они где. Есть, оказывается. Ну, хорошо. Порядок. Да обувь-то у ней какая непростая. Да серебряная. Поп-поп-поп-поп. Ну, чтобы не упало. Я подержал маленько. Ничего. Так. Держи-ка. Так, где-то. Там что-то осталось еще? А, да. С собой. Все. Задово. Сейчас я включу еще дополнительный праздничный свет. О! Давай, я вижу. Ну-ка, малыш. Так он у нее непромокаемый какой-то. Баллони. 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 Да, они промыкаемые. И вам и дождь не почет. Ну да, сейчас там дождик. А, ладно. Тут приучите, может быть, к парному молоку, как детишки любят. Пока разбавляем. Постепенно, да? Ну да. Помаленьку, что ли. Помаленьку. Я желаю вот принял. Это очень хорошо на рост. Главное, в Англии давали детям, которые в первый класс, по стакану молока, а другие не получали. А они стали отставать в росте. Да. Притом молоко, говорит, единственный продукт на земле, который без желудка усваивается. Вот у Насте вырезали у нас там это. Вот робот-то. Теперь молочная диета. Да. Ну, сейчас пойдем, малыш. Ну вот, помыли. Ну что, подержи. Замечательно, что еще сказать. Это свое, наверное? Нет. 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 Тут я свои вещи забирал. Ну смотри. Остальное все, как сказать, лагерное, наверное, уже. Я свое забирал. Вот книги у меня здесь остались. Книги, и там разные одежи. И здесь тоже там есть книги. Тенуна тоже, Игнать Тихович, со складов. Это лагерное уже все. Там нету моего. Я-то не знаю. Я там перебирал тоже уже. Ладно, пока. Спасибо, Христос. Бои вас Господь, Игнать Тихович. С Богом. Спокойной вам ночи. Поблагодарим Бога. Давайте. Господи, слава тебе. Благослови нас Тих Твоим благословением. И всех доведи до желаемой пристани. До Царствия Божьей веди навеки в Него. Тебе слава за всеотестственность и Твой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. С Богом и вам тоже. Так, выходим все. Быстро. Открывай. А, открывай. А, открывай. А, открывай. Опа. Все, иди. Быстренько. Все? Надо-то иди, не выключай. Их проводи туда. Догони, быстренько надень. Девочка-то обувь. Вот так, пока проводишь. Я вам подсвечу немножко. Тут видно, на камере ничего не видно. Осторожно, скользко. Это они тропинку делали. Она пока там. Маленьше. И все, с Богом, брат. С Богом, братья и сестры. Ничего вас не видно, к сожалению. Подсвечу вам дорогу и все. Спаси Христос. Слава Христу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Показать нечего. Месяца нет. Себя покажу напоследок. Так вот. Режиссер. 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 Режиссер.